Асфальта под этой вечной мерзлотой даже не разглядеть. Те, кто постоянно ездит, здесь методом проб и ошибок определяют максимально безопасные участки. А вот некоторые гости района решаются преодолеть этот промежуток дороги далеко не всегда. Всему виной лужа космических размеров, которая в зависимости от времени года приобретает новые формы. Наша съемочная группа выезжала на улицу космонавтов еще летом. Тогда местные жители рассказали нам историю ее возникновения. По их словам, все началось 6 лет назад, сразу же после появления трассы седанка Патрокл. При строительстве части федерального объекта к саммиту АТЭС специалисты допустили ошибку. Ливневка здесь предусмотрена не была. Периодически она уходила. Горводоканал открывал люк. Она уходила. Но так как стало засоряться у них, потому что это не их система, она не должна туда сливаться вода, они сейчас закрыли. Дело в том, что улица космонавтов – самая низкая точка Первомайского района. Отсутствие ливневки – не самая большая ошибка, а скорее то, что усугубляет ситуацию. Всему виной искусственные насыпи, которыми дорога теперь окружена со всех сторон. И если раньше естественный уклон был учтен, и вода стекала в овраг или в несток, то при строительстве новой трассы не обеспечили нормальный выпуск воды, нарушив тем самым сток поверхностных вод. Это подтверждают специалисты и понимают местные жители. Только вот исправить ситуацию теперь очень непросто. Тут сразу сколько трубопроводов лежит, их не пересечет никакая водотканала. Тут газопровод, водопровод, кабель высоковольтный. Так что вообще на русский. У меня муж проходил как-то мимо, и прям эта легковушка просто в воде утонула. И в сезон дождей, и в сезон снегопадов и морозов лужа, которую в народе уже окрестили Озером Надежды, остается на этом месте. А жители района продолжают делиться неприятными впечатлениями и горьким опытом преодоления водоема. На замерзшей луже уже образовалось так называемое двустороннее движение. Первая полоса эта считается у водителей более безопасной, и часто они выбирают именно ее. Есть еще и вторая, более экстремальная. Но третьего выхода из ситуации и третьего пути, к сожалению, увы, пока что не дано. Анна Бережная, Андрей Макаров, Кирилл Кузьмин. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.